Я молюсь о том, чтобы вы получили благословение, ободрение и мотивацию от этого цикла посланий. Бог имеет ответ на каждую проблему. Нет ни одной проблемы в вашей жизни, с которой не сталкивался бы Иисус. Вот почему Слово Божие так актуально всегда и сегодня также. Вот почему Бог обращается к нам сегодня через псалмы, написанные три тысячи лет тому назад. Прямо перед грядущим судом мы видим рост извращений, растление и враждебности в отношении Господа и Его последователей. Все эти вещи достигнут своего пика прямо перед грядущим судом. Мы видим это в Писании. Так было прямо перед Ноевым потопом. Так было прямо перед уничтожением Содома и Гамора. Так было прямо перед судом над фараоном. И так было прямо перед тем, как Израиль увели в Вавилонский плен. Некоторые говорят, что мы уже не под судом, что суд уже начался, и мы не можем никак остановить или отсрочить его. Они говорят, посмотрите на доказательства. Мы видим всемирную ненависть ко Христу и Его последователям. Мы видим рост растлений и извращений во многих исторических христианских динаминациях. Мы слышим, как люди, стоящие за кафедрами, занимаются извращениями. Есть приверженцы абортов, которые заседают в церковных советах. А проступки тех, кто растлевает детей, остаются без наказания. Суды разрешают детскую порнографию, называя это свободой слова. Жадность и сребролюбие сейчас подают как нечто, что мы должны требовать от Бога. И они называют это верой. Миллионы прихожан верят в то, что существует множество путей к Богу. Чистая Евангелие Иисуса Христа было заменено Евангелием терпимости, Евангелием принятия всех религий, как равных христианской вере. Развлечение заменило настоящее посвящение и поклонение во многих церквях. Я подготовил цикл, посвященный определенным псалмам. Они нужны для того, чтобы подготовить нас к сегодняшней битве, чтобы понять замысел Божий и глупость человеческую. Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной 13-й псалм. Когда Слово Божие говорит что-то единожды, то это требует нашего внимания. Все, что Бог говорит дважды в Своем Слове, требует нашего особого пристального внимания. Все, что Бог говорит трижды в Своем Слове, как здесь, в этом, 13-м псалме. То вот это требует полнейшего исполнения в нашей жизни. 13-й псалм повторяется несколько раз. На самом деле, 52-й псалом является почти его точной копией, ну, за исключением двух стихов. Первая и третья глава послания к римлянам на самом деле объясняют нам этот 13-й псалом. Слово Божие, сказанное в этом псалме, повторяется много раз, и поэтому мы должны обратить на него внимание. Псалмопевец по вдохновению Святого Духа Божьего не просто записал эти слова. Ему выпала возможность заглянуть на суды небесные. Псалмопевец увидел святое святых на небесах. После этого он поворачивается и называет три вещи, которые рассказывают о том, что происходит на судах небесных. Во-первых, он говорит нам о судебном листе. Он говорит нам о судебном листе с 1 по 3 стих. Во-вторых, он говорит о решении суда. И это 4 стих. В-третьих, он говорит нам о приговоре суда. Это 5 и 6 стихи. Легко запомнить судебный лист, решение и приговор. Но затем в конце послания мы видим сюрприз. Большой сюрприз. Я хочу, чтобы вы были сконцентрированы, пока мы не дойдем до конца псалма. А потом я объясню вам то, что обычный читатель упускает из виду. Во-первых, он дает нам судебный лист. Я хочу, чтобы вы представили себе суд. Судья сидит на своем месте. На скамье подсудимых человеческая раса. Все человечество. И она обвиняется в развращенности. Высшая развращенность — это отвержение единого и истинного Бога. Высшая развращенность — это когда человеческая раса создает различных богов, которые им нравятся, или которых они хотят считать богами. Выслушайте меня внимательно. Тот, кто не знает единого истинного Бога, больше всего хочет следующего. Больше всего он хочет, чтобы его не существовало. А вы еще со мной? И это желание так сильно в них, что становится религией. Вы знаете таких людей. И вот почему Библия говорит «Сказал безумец в сердце своем нет Бога». Послание к римлянам, которое, как я уже говорил вам, является комментарием к 13-му псалму, говорит так. Тот, кто не хочет верить в единого истинного Бога, — глупец. Тот, кто не хочет верить и поклоняться единому истинному Богу, поступает глупо. Почему? Потому что он или она знает, что есть лишь один истинный Бог. Они действительно знают. Это глубоко внутри себя. Но они предпочитают жить в отречении от этого истинного Бога. А вы скажете, почему? Павел говорит, что само творение доказывает существование единого истинного Бога. И не только его существование, но и явление его силы в творении. Но, к сожалению, они решили проигнорировать его или отречься от него. Вы не можете понять, кто такой глупец, если не поймете, кто такой Бог. Здесь псалмопевец намеренно не использовал термин «яхве» или «иегово», но использовал слово «эль». От него происходит «эммануэль», также название города «вефель». Вы скажете, а почему это так важно? Какая разница, использует он термин «яхве» или «эль»? Это очень важно, поверьте мне. И сейчас я объясню, почему. Имя Яхва или «ягово» говорит не о той же части Божьего характера, что и «эль». Имя Яхва или «ягово» говорит о Боге, заключающем заветы, о Боге-обеспечителе, о Боге-даятеле, о Боге-поддерживающем, о милостивом и щедром Боге. А «эль» говорит о Боге, который открыл себя в Слове Божьем. Оно говорит о Боге с моральными абсолютами. Оно говорит о Боге с четкими моральными стандартами. Оно говорит о Боге, который требует нечто от нас. И тот факт, что псалмопевец использовал термин «эль», а не «яхве», делает всякого, абсолютно всякого, отвергающего этого единого истинного Бога глупцом. В числе таковых практикующие атеисты и агностики. Надеюсь, что сегодня здесь есть практикующие атеисты и агностики, потому что вы перейдете, как многие из нас, от глупцов к мудрецам. Но в это число входит и тот, кто поклоняется Богу, которого создал сам. Они хотят Бога, которого представляют сами себя. Возлюбленные. Сегодня это Бог многих номинальных христиан. Это Бог, который не меняет их. Это Бог, который не бросает им вызов. Это Бог, который не бросает вызов их предположениям. Бог, который не требует праведности, не требует моральных абсолютов, не судит их аморальность или их образ жизни. Это Бог, который не осуждает их растление, не требует поклонения только Ему одному. Все эти люди, как говорит 13-й Псалом, глупцы. И все мы когда-то были глупцами. Я был глупцом, можете не сомневаться. Я показывал Богу кулаки. Но мы должны проявлять сочувствие к тем, кто еще остается глупцом и не пришел к свету Иисуса Христа. Мы должны быть терпеливы к ним. Мы должны думать о них и проявлять сострадание к ним. Мы должны проявлять максимум сострадания, потому что, как говорит апостол Павел, мы сами когда-то были такими. А теперь я перехожу к важной вещи еврейскому слову «глупец», которое упоминается в этом месте, в этом псалме. Здесь используется еврейское слово «набал», которое не означает… Послушайте внимательно. Которое не означает интеллектуальную слабость. У него другое значение. Если вы считали так раньше, вы ошибались. Оно означает моральное извращение. «Никто не может обвинить неверующих в том, что они тупые или неразумные». Нет-нет, не думайте так. Многие из них гениальны в интеллектуальном плане. Они разумны в этом интеллектуальном смысле. Но когда дело касается самой важной вещи в жизни, они ведут себя как глупцы. Но есть еще одна вещь, которую вы не должны упустить в этом псалме. В земном суде все юристы и судьи знают это. В земном суде человека судят на основании того, что он или она сделали. Ты сделал это, или вот то, или не сделал. Доказательство должно указывать на то, сделал ты это или нет. Но в небесном суде судят на основании мыслей. Страшная мысль, не так ли? Суд небесный оценивает наши мысли, и об этом ясно говорится в этих стихах. Возлюбленные, послушайте меня. Бог не дает оценку в общем. Мы бы хотели этого. Разве не так? Но он так не поступает. Вот почему никто не попадет на небеса, кроме как по благодати Господа Иисуса Христа. Второй стих. Никто не ищет Бога. Бог смотрит с небес и видит, что никто не ищет Его. Даже те из нас, кто уверовал в Иисуса, как говорит Библия, были мертвы в прегрешениях наших. Мертвые не ищут ничего хорошего. Они мертвы. Мы были мертвы в прегрешениях наших. И пока Он не пришел и не вдохнул в нас жизнь, мы даже не знали, как прийти к Богу. Таким образом, обвинение остается. Судебный лист остается в деле. Свидетели непогрешимы, а доказательств целое множество. Люди с развращенным разумом развращены, потому что хотят быть развращенными. На самом деле, Павел отвечает на этот вопрос в первой и третьей главе послания к римлянам. Доказательства Божии видны во всем творении, но человек отказывается верить этим доказательствам. И уж тем более повиноваться и поклоняться только Богу. Первое, что вы видите здесь, это судебный лист. Второе, это решение судьи. Не упустите этого. Пожалуйста, не упустите. Мы явно видим скорбь судьи. Мы явно видим печаль судьи. Мы явно видим сокрушенное сердце судьи. Неужели? Не вразумятся все, делающие беззаконие. Вы ощущаете, как обливается кровью его сердце? Слово «беззаконие» — это тоже слово, которое использовалось много раз в Ветхом Завете для описания Израиля. Когда тот шел за другими богами, поклонялся идолам. Они поклонялись Яхве в субботу, а остальную часть недели поклонялись Ваалу. Вот что такое беззаконие. Поймите меня правильно. Божие решения относительно отступнической церкви предельно ясны. Бог видит тот факт, что много номинальных церквей используют имя Его Сына, но отрицают слова Его Сына о том, что Он — единственный путь на небо. Многие, призывающие имя Иисуса, также исповедуют другие религии. И вот мы видим решение судов небесных. Может ли суд быть далеко позади? Могут ли мои друзья быть правы? И это лишь преддверие суда. Судебный лист, судебное решение. И, наконец, в-третьих, приговор. Это пятый стих. Какой здесь приговор? «Боязнь и страх будут их спутниками по жизни». Спутниками в жизни. Почему же? Так как никто не может спасти себя, так как ни у кого нет оправдания, так как никто не может освободить себя от Божьего суда, и так как никто не может выступить за другого, вердикт и приговор, жизнь в беспокойстве, жизнь в страхе и ужасе. А теперь главный сюрприз, который скрыт здесь для нас. Он спрятан в седьмом стихе. Возлюбленные, вы знаете, что Библия всегда говорит ясно. Она всегда называет грех грехом. Мы меняем это, но это не имеет значения. Наши дела, они ведь нематериальны. Библия всегда называет грешника грешником. Библия говорит истину. Библия всегда говорит нам прямо в лицо, а затем говорит, что есть надежда, когда мы обличены во грехе. Вот почему я называю дешевым покаянием предложение взять Иисуса в свой путь без покаяния, без признания того факта, что вы согрешили и оскорбили святого Бога. Это дешевая Евангелие, дешевая благодать. Библия всегда предлагает нам надежду, радостную весть и выход. Она всегда дает нам ответ на нашу дилемму. Всегда. Всегда. И посреди этой безнадежной ситуации мы видим радостную весть. После того, как заседание Небесного Суда закрывается, после того, как оглашен приговор, после того, как дан вердикт, после того, как обвиняемых вывели из суда, внезапно, абсолютно внезапно, в 7 стихе суд собирается заново, собирается снова. Зачем? Появились новые доказательства, новые факты приложили к делу, появилась надежда на изменение приговора. Сиона спасения. Сиона спасения. Аминь. Откуда пришел Иисус? Сиона. Он наше спасение. Без Него нет надежды. Без Него тьма. Но с Ним есть надежда. Жизнь и жизнь вечная. Сиона. Спасение. Сиона. Взамен он предлагает нам надежду. Он приходит с Сиона. И что же здесь происходит далее? Судья откладывает приговор на время. Почему? Потому что судья хочет увидеть, примут ли некоторые из обвиняемых новую надежду. Судья хочет дать обвиняемым еще одну возможность отменить приговор. Судья на время дает помилование. Судья будет ждать и смотреть, не примет ли кто-то его прощение. И возлюбленные, большинство из вас знают, что в день суда, будет он скоро или нет, не имеет значения. Это действительно не имеет значения. В день суда открытость не спасет. Толерантность не спасет. Безразличие к истине не спасет. Неопределенность, являющаяся Евангелием Новой Церкви, неопределенность в отношении Христа никак не спасет. Динаминационное членство не спасет. Никто не может спасти, кроме Иисуса. Есть лишь один человек, способный заступиться за вас и за меня, и этот человек — Иисус. Аминь. И он дает шанс всем. Вы можете смотреть нас в другой части мира или здесь, сидя в этом зале. Он всем дает возможность получить прощение. Только Иисус может защитить нас. И только Иисус может дать нам прощение. Только Иисус может провозгласить нас невиновными. Только Иисус может отменить приговор, и Он сделал это на кресте. Он сделал это на кресте Голгофы. Прославьте Его. Прославьте Его. Без Него я не только не стоял бы здесь, я бы не был достоин стоять здесь. Он и только Он. Его руки широко раскрыты. «Придите ко Мне. Придите ко Мне. Придите». Его Слово говорит, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые находятся во Христе Иисусе». Нет осуждения. Приговор отменен. Если здесь есть кто-то, кто никогда не пользовался этой невероятной возможности исповедаться и получить прощение, то сегодня вы можете это сделать. Но я хочу сказать нечто большинству из вас, уже принявших прощение из рук Божиих, знающих Иисуса и любящих Его. «У меня есть вызов для вас». Что вы делаете с Его радостной вестью? Вы держите ее при себе? Вы ничего с ней не делаете? Или вы делитесь ей с другими? вы видели лист решения и приговор. Но у вас, 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 вас и меня есть возможность сказать людям, что они могут быть свободны. провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Майклом Юсефом.